В ответ МИД СССР выразил решительный протест на действия американской стороны. На сегодня это все новости. И о погоде. Именно этой фирменной фразой заканчивались все выпуски новостей 40 лет назад. Заканчиваются и сейчас. А придумал ее человек, который к гидрометцентру не имеет никакого отношения. Он первым сообщил человечеству о полете Гагарина. Он кидал через бедро Лаврентия Берию и был ранен на фронте. Патриарх эфира, легендарный Виктор Балашов. К сожалению, в последнее время мэтр очень неохотно общается с коллегами-телевизионщиками. Извините, стоп-патруль, Александр, до вас не может дозвониться Балашов. Через час он ждет вас на дачу. Слушайте, невероятно. Ведь произошло то, чего я так давно добивался. Балашов пустит нас в логово-отшельника. Ребят, собираем технику и едем на дачу к метро. Вот в этом доме в уединении живет уникальный человек, фронтовик, спортсмен, актер, диктор всесоюзного радио и телевидения Виктор Иванович Балашов. Виктор Иванович, здравствуйте, дорогой мой. О, привет, 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 привет. Очень рад вас видеть. Как здоровье? О, сразу о здоровье. Здоровье такое, какое оно и было вчера, потом вчера и уже почти сто лет. Почти сто лет. Почти сто лет, да. Ну, 95. Да, она так и держится на этом уровне. Давайте без суеты где-нибудь сядем у вас в вашем уютном дворе и чего-нибудь повспоминаем. Мы посидим уютным. Это даже не двор, это такой сад. Сад, да, сад. Ну что ж, господа, все в сад. Конец июня 1988 года. Диктора Центрального телевидения Виктора Балашова вызывают в КГБ СССР. Как известно, от таких приглашений не отказываются. Пришлось просить коллег подменить на вечернем эфире и мчаться из Останкина на Лубянскую площадь. То есть выяснилось, в центре Москвы заложена бомба. Нужно найти где и кто заложил. И вы спросите, при чем тут Балашов? В те годы всевозможные экстрасенсы и маги только начинали активно гастролировать по стране и давали коммерческие представления. Однако те, кто всерьез обладал неординарными способностями, предпочитали держаться в тени. Одним из тех, кто скрывал свой дар ясновидения, был и Виктор Иванович Балашов. Я тут ни при чем. Я ни при чем. А мне кто-то помогает извне. Но об этой способности дикторы знали только самые близкие. Хотя коллеги видели и догадывались, он явно не такой, как все. Мы с ним вдвоем в дикторской. Я знаю, что Виктор Иванович, а я люблю и пошутить. Я говорю, Виктор Иванович, обследуйте меня. Он говорит так, паня, он меня паня звал. Паня, так, встань вот на фоне этой двери, так. И он смотрит, смотрит, говорит, паня, я тебя уважаю. У тебя такая светлая аура. К экстрасенсорным способностям Балашова мы еще вернемся. Однако знаменитым на весь Советский Союз этот человек стал по совсем другой причине. Завораживающий голос. Стать и обаяние. Эталон мужского образа на экране. Итак, включаем передвижную телевизионную станцию у башни Шухова. На телевидение Балашов попал случайно. Пришел туда с радио. Тогда, после войны, телевидение было явлением новым, и дикторов там еще не было. Пройти прослушивание будущей звезды эфира помогли природные голосовые данные и театральная подготовка, которую он получил в юности. Виктора посадили в студии перед микрофоном и попросили прочитать передовицу правды. Сначала он замешкался, а потом подумал, как бы эту новость прочитал Левитан. Набрал побольше воздуха и блестяще сыграл роль великого диктора. Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. А по ту сторону стекла в аппаратной, оказывается, сидел сам Левитан, который после прослушивания похвалил молодого коллегу за смелость. Блашов понял, приняли. Виктор Иванович проработал во всесоюзном эфире долгих 50 лет. За эти годы он приобрел множество поклонниц. Женщины по всей стране восхищались им и писали в телевизионную редакцию теплые письма. Но он хранил верность одной женщине, своей жене. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен. Когда влюблен, конечно, да. Придя однажды на работу в студию на Шаболовке, он встретил красивую девушку. Ее звали Нелли Крылова, солистка Московского театра Аперетты. Лава часто мне внушала, что мужчин достойных мало, что в раю был сыпторен, а там, так говорит, мам! Нелли пришла на Шаболовку на съемки программы. И, конечно же, встретив кумира миллионов, красавца Виктора Балашова, не могла не влюбиться. Чувства эти оказались взаимными. К созданию семейного союза этих двух людей тогда приложила руку и дочь Виктора Ивановича от первого брака, Марго. Ее мама умерла, когда девочке было два года. После этого трагического события Балашов часто брал с собой на работу маленькую дочь. На Шаболовке, бегая по всяким разным студиям, которые там были немногочисленные, я вдруг увидела женщину. Зашла, она идет репетиция. А до этого я бабушку всегда спрашивала, бабушка, где у меня мама? А мне было уже лет пять, наверное. Я говорила, где моя мама? Она говорила, я твоя мама. Я говорю, нет, ты старая. Мне нужна мама красивая, кудрявая и в очках. Вот у меня такой образ был в голове. Красивая, кудрявая и в очках. И вдруг я захожу в студию и вижу, поет. Красивая, кудрявая и в очках. Я встала. И все. И она стала моей мамой. Великолепная исполнительница. Великолепная, чудесная женщина. Замечательная актриса. Она понимала меня. Она понимала. А я понимал ее. Мы понимали друг друга. Это хорошо. Сегодня редко. Редко. С Нелли Крыловой они были счастливы в браке. Воспитали двоих детей, дождались внуков. А сегодня Виктор Иванович радует, пусть и не частыми визитами, правнуки, живущие за границей. Ребята, хочется вам учиться, попасть опять обратно в школу, сесть за парту? В школу хочу, в колледж не хочу переходить. А тебе? Хочу. Хочу. Что же ты так относишься? Я хочу. И ты хочешь его. Скоро он пойдет? Он же скоро пойдет уже. На будущий год, да? Нет. В сентябре уже. В сентябре пойдет? Недельник. Как время бежит. Боже мой. Сейчас он вдовец. Живет один в загородном доме. Это его тихая гавань, куда он часто сбегал от публичной жизни в столице. Скажите, ну вы в уединении, в совершенно чудесном месте. У вас очень уютно, красиво. 63 года я здесь живу, да. Заново создавал этот уголок. Заново. И была чистота, была тишина. Вы знаете, у меня были куры. У меня были яйца от этих кур. У меня был сарай такой. Хозяйственный. Да, куриный, хозяйственный. Утки были. У меня же было маленькое озерцо. Оно осталось там чуть-чуть. Я его выкопал там. Они там плавали, крякали. Лягушки были. Это прекрасно. Семья для него всегда была тем, что не нужно выставлять на показ и делать общим достоянием. Хватало и того, что большая часть его жизни и жизни супруги и так проходила на виду. Показ для всех у нее был в работе на сцене. У меня показ для всех, если мы можем назвать показ, это был не показ, это была работа. Работа была. Ну, так сказать, выход на всех, на миллионы. Эта работа была у меня. Достаточно. Достаточно. Понимаете? Больше не надо ничего. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Конечно. Так точно. Нет проблем. Леночка, пригласите ко мне Балашова, пожалуйста. Подобная вертушка стояла в кабинете любого высокого начальника Советского Союза. Это прямая связь с Кремлем или правительством. Летом 1975 года председателю Государственного комитета по радио и телевещанию Сергею Лапину позвонили из Министерства общего машиностроения, которое ведало всей космической отраслью страны. 15 июля должно было состояться событие, сравнимое только с полетом Гагарина. Космическая стыковка кораблей двух сверхдержав, непримиримых соперников в холодной войне СССР и США, Союза и Аполлона. И советские космонавты на общем собрании решили, что сообщить об этом миру имеет право только Виктор Балашов. Космонавты сами выбрали, сказали, говорят, нам Брежнев не нужен, нам нужен Балашов. Они так и сказали, это записано все, это не просто мои слова, это все есть. Просматривая текст обращения от имени генерального секретаря, в конце Балашов увидел надпись «Л.Брежнев». Как читать? Просто назвать имя и фамилию? Но тогда персон такого ранга было принято называть с телеэкранов исключительно по имени-отчеству. Балашов поступил на свой страх и риск. Звонят этому Брежневу, тут же берет трубку Брежневу. Вот Балашов предлагает прочитать просто Леонид Брежнев. Как вы считаете? Он говорит, как Балашов считает, так и надо. Очень демократично. Вам, мужественным покорителям космического пространства, выпала великая честь открыть новую страницу в истории освоения космоса. Леонид Брежнев. Виктор Балашов в те годы был настоящим любимцем телезрителей. Но эта любовь появилась не сразу. В начале телевизионной карьеры амбициозного парня не устраивало, что он все больше на вторых ролях. Он решает уехать на Дальний Восток, набираться дикторского опыта на местном радио. Там Балашову приходилось делать все самому – писать, вести репортажи, читать новости, редактировать и монтировать. Но в столице на заре телевидения тоже не хватало настоящих профессионалов. Через пару лет о Балашове вспомнили и вызвали обратно. Но на сей раз уже не как стажера, а как опытного диктора, полноправного ведущего телеэфира. Здесь Балашов продолжил совершенствовать свои навыки. Он создал собственную методику тренировки голоса. Для этого Виктор Иванович уезжал за город и работал над собой в лесу, в одиночестве. Вот вы дышите, набираете воздух. И чтобы дыхание вы почувствовали, этот воздух, я немножко грубовато говорю, чтобы было понятно, чтобы он как бы оперся на диафрагму. И вот от диафрагмы вы этот воздух как бы, ну, грубо говоря, выталкиваете. Ну, не выталкивает, а поддает его в дыхание. Он проходит не за счет связок, так, а-а-а, знаете, а-а-а, нет, а за счет этого воздуха, который колеблют связки. Связки расслаблены и создают звук связки. И когда вы начинаете тренировать этот прием, это я так говорю очень коротко, этот, а-а-а-а, о-о-о, у-у-у-у-у. И пониже берите, чувствуйте опертость звука, опертость, он опирается, потом вы его поддаваете, поддаете, он выходит, 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 колеблет связки, идет звук, идет, идет. Тогда Балашов мало чем напоминал обычного советского человека. Скорее, он был похож на иностранного артиста, эдакий Джеймс Бонд, спецагент, не иначе. Он одним из первых увлекся еще не модным тогда правильным питанием. Где? Вот ты просто, если бы у тебя сейчас был Инстаграм, это такой, я его называю, великий зожник. Вы не себе не представляете, что сейчас со всех сторон нам пропагандируют как здоровый образ жизни, ну, так оно и есть. Он практикует это уже, ну, лет 30 точно, а может быть и 50. В те годы это было что-то новое и непонятное для советских людей. И в частности для его коллег по телеэфиру. Мы тогда с собой бутерброд брали, кипятильник, чай сделаешь, и там с бутербродом, с колбаской. И когда он входил, мы немножко стеснялись, он так смотрел, видел, как с жадностью мы едим бутерброд с колбасой, пьем чай, он говорит, девушки, вы женщины, как можно есть колбасу? Анна Шатилова тогда называла Балашова в шутку бельчонком за любовь к орехам, который он постоянно носил с собой. Бегу на программу «Время», второй этаж Останкина, вижу от фундука скорлупа, скорлупа. О, бельчонок на месте, Виктор. Вхожу в дикторскую, он сидит. Витюш. Я говорю, все, знала, шла по следу. Но чаще за особую стать и солидность коллеги называют Балашова «Виктор» на французский манер. Мы с ним вошли в метро, в проспект Мира, спустились вниз, сели в вагончик и едем. Что тут началось? Все же видят, сидит он, барин, Виктор такой. Высокий, стройный, медленный поворот головы, все очень спокойно. Конечно, он Виктор. Виктор Иванович до сих пор строго следит за собой. Публичная жизнь и повышенное к нему внимание приучили постоянно быть в форме. Не зря его всегда считали и считают одним из самых стильных людей на телевидении. Я знаю, что ваши друзья-близкие вам всегда аксессуары модные дарят. Это шейный платок. Синий скромный платочек. Шейный платочек. Падал с опущенных плеч. Как вам удавалось быть таким элегантным на экране в те советские времена дефицита всего? Вот я повязал платочек. Уже стиль. Но не каждый может это сделать. Не потому, что я такой какой-то не особенный. Нет. Другое что-то другое может сделать. С юных пор он занимался в театральной студии, мечтая о сцене, и в то же время одерживал победы на первенствах Москвы по самбо в составе сборной команды «Динамо». Динамовцы и сегодня гордятся своим знаменитым чемпионом, и на любом мероприятии прославленного общества Виктора Балашова встречают шквалом аплодисментов. Добрый вечер, дорогие друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ Чемпион Москвы и по юношам, и по взрослым. Причем, интересно, перед самой войной. За месяц до войны, за месяц до войны, было соревнование первенства Москвы по самбо. Я и там выиграл, и там выиграл, да. А мама сидела на трибуне и кричала, «Витя, давай! Давай, Витя! Давай!» В общество «Динамо» к Балашову приходили тренироваться сотрудники госбезопасности. Довольно часто в зале появлялся незрачный человек небольшого роста. Только потом, увидев его в форме, с потертым коричневым портфелем, в небольших круглых очках, Балашов чуть не онемел. Он кидал на татами самого Лаврентия Павловича Берию. Не-не-не, все отпадает. Чего? Нет, нет. Об этом нельзя говорить? Нет. Виктор Иванович вспоминает, как к ним в зал часто приходил Анатолий Харлампиев, основатель самбо. Многие считают Балашова его учеником, хотя на самом деле Харлампиев лишь курировал тренировки динамовцев. Причем не только юных спортсменов. Это люди, которые потом переходили линию фронта и работали там. Но это была тайна, это был секрет об этом. Но мы знали. То есть вдруг появлялись какие-то таинственные люди? Проскакивало, проскакивало, конечно, информация проскакивала. Это были молодые люди, мужчины уже, да, эти ребята, да. С приходом войны Балашов, как и многие мальчишки, приписав себе пару лет, отправляется воевать. Сначала в Среднюю Азию, где сражается с басмачами, затем попадает в мотострелковую дивизию на Болховский фронт, а позже на Ленинградский, где служит уже в полковой разведке. Там его спортивные навыки пришлись очень кстати. И мне дали пять человек хороших, молодых, крепких ребят. Пять человек, которых я тренировал для того, чтобы когда мы выходили в разведку, ну, мало ли что, да, рукопашная. Потом нужна была и гибкость, и сила была, должна быть. В страшных боях Виктор Балашов чудом оставался невредим. Смерть буквально ходила рядом, но каждый раз миновала его. И вдруг между нами мы только слышали чик, повернули головы, и вот такой снаряд, кусок вернее, осколок, крутится в песке. Еще случай. Возвращаюсь с поля боя в нашу избушку, так называемую, на штаб. Снимаю шинель с себя, а ребята говорят, что это у тебя? Смотри, светится. Смотрю, шинель прострелена с левой стороны, буквально вот так вот, где-то от подмышки и до самого пола, прострелена шинель. С левой стороны, около сердца. Но в одном из боев Виктор получил серьезное ранение в ногу. Так в 19 лет молодой парень, разведчик, спортсмен стал инвалидом. После нескольких месяцев в госпитале его демобилизовали. И о спортивной карьере, и о театральных подмостках пришлось забыть. Говорит, что, ну, ранение, надолго? Я говорю, надолго. Когда же ты? Я говорю, не могу. Вот и не получился из меня актер. Тогда-то неожиданно и подвернулся счастливый случай. По совету друзей он решает попробовать свои силы на радио в качестве диктора. Сейчас на территории Советского Союза ежедневно работает 90 радиостанций и коротковолновых передатчиков. Виктор Иванович искренне возмущается, когда его или кого-то называют учениками Левитана. Дело в том, что у великого диктора попросту не было учеников. Хотя, конечно, ему стремились подражать многие, и Балашов не исключение. Если бы не было Левитана, так я думаю, наверное, не было бы и меня. Потому что был такой период, когда я с большим удовольствием копировал Юрия Борисовича. Позже его самого не раз называли учеником Левитана, а то и вовсе путали с легендарным диктором. Дело было под Новый год, потому что мы с папой пошли на станцию. Я не знаю, зачем мы пошли, но он мне покупал Деда Мороза. Такие были Деда Мороза из ваты, бумаги, и они блестели. Были посыпанные и блестящие. И вот он, значит, вот там прилавок, он стоит, он высокий, красивый, стройный такой. У него еще шапка какая-то там, которая еще в высоту придет. И два мальчика со мной рядом. Один другого так дергает и говорит, смотри, смотри, Левитан. В 1947 году Балашов пришел на телевидение и остался на долгие полвека. Тогда почти все, кто стали звездами экрана, начинали на радио. Своих старших коллег, радиоведущих, называли учителями, а соперничали с ними разве что в новомодной игре КВН. Угадай-ка, угадай-ка, интересная игра. А сегодня здесь сразится КВНчик нам пора. Начиная с 60-х годов, новогодние голубые огоньки на Шаболовке не обходились без участия телеведущих. В этих эфирах Виктор Иванович всегда был в центре внимания. Однажды на записи программы ему пришлось вспомнить свои борцовские навыки. Валентина Леонтьева, беседуя с олимпийским чемпионом по борьбе Александром Иваницким, вдруг предложила ему помериться силами с самым могучим человеком в дикторском цехе, Виктором Балашовым. Это была импровизация, неожиданность и для Иваницкого Александра, и для меня особенно, потому что я не ожидал, что Валя скажет. Валя улюбила, так сказать, иногда так это поддать, как говорится, вдруг нет ни с того ни с сего, импровизация такая. Но мы оба встали. Дружеский поединок звезды экрана со звездой спорта был настоящий, как сегодня говорят, хайп. Вы что, всерьез хотели бороться? Ну, а почему же нет? Какой у вас вес? Тяжелый. А точнее, в килограммах? Честно. Сколько вот у Иваницкого сначала? Ну, у меня 105-110. У меня меньше. Крг на 10. Товарищи, это 2-3 броска, и от голубого огонька ничего не останется. Ну, мы все, конечно, поняли, что это дружба, что это улыбка, что это шутка, что это никакой схватки не должно быть. Просто пошутили. Поздравляю. Спасибо. Это все самбо. Это все наше самбо с вами. Ни тяжеловесов спорта, ни тяжеловесов политики он никогда не боялся. Раз даже предложил товарищеский поединок президенту России. И это в свои 90 с лишним. Так, может быть, поборемся? Побаиваюсь. Ну, это сейчас можно так запросто шутить с главой государства. А в те времена все было иначе. Одно неверно сказанное слово могло стоить диктору карьеры. Виктор Балашов однажды серьезно оговорился в эфире. Нового председателя КГБ Шелепина назвал Шипиловым. Перепутал с бывшим министром иностранных дел, попавшим по палу за попытку сместить Хрущева. Я не понял, я-то не разобрал. Ну, Шелепин, Шипил, похоже, да? Я когда-то кончил, смотрю. Из аппарата телевизионного телеоператор вышел и встал по стойке смирно. Звукооператор, светооператор из этого софита огромного светящегося вышел по стойке смирно. Все молчат. За такое другого сразу бы уволили. Балашова простили. Но Лубянки отнеслись с пониманием к оговорке диктора. Балашов вообще мог позволить себе многое из того, что другие бы побоялись сделать. Так однажды Виктор Иванович появился в кадре в модном джинсовом костюме, который привез с Бермудских островов. Да еще сказал, что был на Бермудах. Куда? Откуда? Зачем? Да еще в такой одежде. Ой, это не наш человек. Почти не наш. Ну, правда, посулили, но не очень. Что в следующий раз? Только в костюме, в галстуке, белый воротничок. А еще когда-то на вопрос большого телевизионного начальника о том, ходит ли он в церковь, Виктор Иванович честно ответил, что не только ходит, но и ему советует. Тогда было принято осуждать религию, но Балашову вновь все сошло с рук. В какой-то момент, устав от суеты телевизионного мира, Виктор Иванович даже собрался уйти из профессии и уехать куда-нибудь подальше в глушь, а то и вовсе податься в монастырь. Ему интересна природа, ему интересна каждое дерево, цветок, с которым можно поговорить. Вот эта осиновая палочка, от нее идет энергия. Он интересующийся человек, понимаешь? Он настоящий, он далек вот от этого всего, знаешь, политика и прочее. Он изучает жизнь по-прежнему, жизнь, природу. Вот это ему интересно. Виктор Иванович объявляет о своем решении сначала семье, затем уже начальству. Но представить советский экран в те годы без Балашова было невозможно. И получился из меня Робинзон, и я остался на студии. Остался на студии, стал работать, и вот до сего дня общаюсь с телекамерой, с микрофоном. Ему всегда хотелось заряжать зрителя с экрана чем-то добрым, теплым и душевным. Поэтому он и произнес однажды в конце выпуска новостей фразу, которая не была прописана в тексте, но на долгие годы стала его визитной карточкой. Понимаете, вот это и о погоде. Я уже перестраивался и читал погоду под музыку, мягкую, лирическую музыку. Я читал, читал ее, и люди отдыхали. Диктор Иванович, как шутливо иногда называют Виктора Ивановича, всегда был и остается любим зрителями. За свои 95 лет он никогда не был замечен в ссорах, скандалах или интригах, которых на телевидении, да и в жизни, всегда хватает. Он был выше всего этого. Жизнь городка, ребята, городка. Успейте сделать хорошее, доброе. Можете сделать? Сделайте. Улыбнуться можете от души? Улыбнитесь. Виктор нет, он не любит, как говорят в народе, перемывать косточки. Нет, Виктор в это не играет. Никогда. Вы знаете, за всю жизнь у меня не было ни одного недоброжелателя от телезрителя или от какого-то руководящего деятеля, скажем, даже на телевидении или на радио или где-то там в верхах. Не было. Вот удивительно вообще. Балашов никогда не болел звездной болезнью. Он и сейчас говорит, что такой же обычный работник телевидения и радио, но для миллионов зрителей, телеведущие, как и прежние, небожители с голубого экрана. Новых побед вам, друзья! Доброго здоровья! Творческих успехов! Крепкой любви, радости и веселья! Мира и счастья вам, дорогие друзья! У всех дикторов центрального телевидения были свои поклонники. Именно они выясняли между собой, кто из телеведущих лучший на советском экране. Однажды Игорь Кириллов услышал такой разговор двух телезрительниц. Вот она говорит, ты знаешь, Кириллов мне совсем не нравится. Вот Балашов – это другое дело. Голос такой импозантный такой. У меня охладело все внутри. Как это? Меня и не любят, и не нравлюсь я. И тут же я вспомнил завет Ольги Сергеевны Высоцкой и стал гомерически смеяться над собой. Мне так стыдно стало на всю жизнь такой урок. Так что я Виктору Ивановичу благодарен за то, что он посадил меня на место в свое время. Поэтому и в дальнейшем я относился к себе весьма критически. Одни называют диктором номер один в СССР Кириллова, другие – Балашова. Ведь оба вели главную информационную программу и делали важнейшее объявление. До сих пор непонятно, кто же из них первым с экрана сообщил о полете Гагарина. Одни считают, что Балашов, другие – что Кириллов. Первым читал, конечно, Юрий Борисович Шелевитан на радио. Мы, как всегда, тогда телевидение отставало от радио. Поэтому я не помню, но может быть он, может быть я, но это никакого значения не имеет. Потому что это было событие номер один в нашей стране. Понимаете? Конкуренция между двумя дикторами была скорее надуманной зрителями. Сами же они всегда с уважением относились друг к другу и к общему делу. Замечательнейший человек, потрясающий голос, обаятельнейший. Ну, вообще, и, конечно, небожитель для меня, как участник войны. Он привнес, что ли, вот в нашу профессию какой-то свой, только ему свойственный шарм, что ли, если можно так сказать. Спасибо Виктору Ивановичу за это и вообще за все то, что мы вместе с ним делали на центральном телевидении. Телеведущий Сергей Брилев вспоминает, как в детстве смотрел программы Балашова, сидя у экрана черно-белого телевизора вместе с бабушкой. Она тоже была поклонницей Виктора Ивановича. Знаете, у меня есть такой критерий солидность в эфире. Вот детским разумом тогда, я, конечно, слова тогда еще такого не знал, но я вот ощутил эту солидность. И, ну, не могу сказать, что я подражаю ему, у меня, естественно, какая-то совсем другая манера и время новое другое. Но вот это вот ощущение того, что человек знает, о чем он говорит, вот это я увидел в нем. Это безусловно так. Дед, конечно, профессионал. Ничего не скажешь. Как он ведет себя перед камерой, вот, знаете, вот, как говорят, камера его любит. Вот в любом возрасте, в любом настроении, даже просто домашние съемки, смотришь на экране на него, ну, вот звезда, все люди как люди. А он? У нас звезда. Особенно любимой миллионами зрителей была программа о ветеранах войны. Клуб фронтовых друзей, которую вел Виктор Балашов. Эти встречи с ветеранами, что вы, это тогда, теперь есть слово рейтинг. А тогда отдел писем у нас, мы получали письма. И Виктор Иванович столько писем получал, понимаете? Ну что вы, он сам фронтовик, Виктор, он молодец. Здравствуйте, дорогие товарищи, ветераны Великой Отечественной. С большими военачальниками он запросто беседовал в эфире и дружил в жизни. Виктор Иванович закончил войну в звании рядового, хотя, глядя на него, можно подумать, что он не меньше, чем генерал или маршал. Эту аристократичность Балашова использовали и кинорежиссеры. На счету Виктора Ивановича есть несколько ролей в кино. Ваше превосходительство, я могу подготовить для вас текст. Не надо спешить, не надо, не надо. Садитесь. В 1988 году все громче начали звучать слова «гласность», «перестройка» и «рыночная экономика». На 19-й партийной конференции Горбачев собирался объявить, что отныне Центральный комитет партии перестанет обладать исключительными полномочиями, а все важные решения будут приниматься по принципам демократии. Фактически партийная элита утратит свое могущество. Эти перемены нравились далеко не всем. Видимо, поэтому накануне конференции в московском метро и обнаружили бомбы. Благо, их вовремя заметили пассажиры и сообщили в милицию. Балашова вызвали на Лубянку прямо из теле центра, чтобы он помог узнать, кто изготовил и заложил эти устройства. С начала 80-х годов Виктор Балашов входил в научную группу экстрасенсов, которая занималась официально запрещенными в то время практиками. Я всем интересовался. Интересовался психитой человека, анормальными явлениями, которые происходят вокруг человека, в жизни человека. Связь его... Паранормальные явления? Паранормальные явления, конечно, конечно. Интерес к познанию мозга и человеческих возможностей однажды привел его в общество особенных людей, которые могли делать то, что отрицала официальная наука. Руководила научной группой Инга Панченко. Балашов пришел к нам и разговаривал на этой теме, потому что он речью занимался. Мы с ним подружились, потому что и моя ипоставь была речь, и у него речь. Он относился к слову волшебным способом. Он его чувствовал. Откуда это слово идет? Как оно звучит? Как интонировать нужно? Работали ясновидящие под пристальным вниманием государственных кураторов в погонах в обстановке секретности. Закрытые, да. Но почему военные? Потому что у нас прием был через полковника. Балашову удалось увидеть, что бомбы, найденные в метро, лишь имитация теракта. Взрывные устройства обнаружили некие, так сказать, бдительные граждане. Балашов четко описал место изготовления взрывчатки и внешность террористов. Ими и оказались те самые люди, которые якобы нашли бомбы и сообщили в милицию. Но об этом сам Виктор Иванович не рассказывает даже сегодня. А зачем это нужно вообще? Какая разница? В начале 90-х на смену дикторам приходит молодое поколение журналистов. Балашов какое-то время еще оставался в обойме. Его программа «Седьмое небо» была весьма популярной. Но вскоре он понимает, ему здесь не место. Возможно, Балашов оказался, как сегодня говорят на ТВ, не формат. А может, просто новые реалии потребовали других подходов к работе. Перемены, которые наступили на телевидение, помимо идеологии, они были связаны еще и с тем, что произошел вот такой вот взрыв, такая диффузия, если хотите, профессий. В 1996 году Виктор Балашов возвращается к истокам, уходит с телевидения на московскую радиостанцию, которой когда-то сам же и дал название. Я говорю, давайте назовем «Говорит Москва». Ведь была радиостанция, с которой начинались передачи «Говорит Москва», московское время, там 14 часов. Передаем то-то, то-то и то-то. Понятных. Давайте назовем. О, правильно, давайте. Так и оставили. На радио, уже будучи в почтенном возрасте, Балашов ведет программу с названием «Поговорим по душам». Казалось, это была его творческая отдушина, но вскоре закрылась и эта передача. Виктор Иванович ушел на заслуженный отдых. Я отстал от современной жизни. Отстал, да, не боюсь это сказать. И мне не надо. Мне не надо больше. Не то, что я живу прошлым, но я живу накопленным. Зачем мне его терять? Оно настолько хорошо для меня. Душевно хорошо. Виктор Иванович по-прежнему строг и требовательный к себе и к окружающим. Он не терпит суеты и чинопочитания, держит себя в форме и старается выглядеть, как всегда, на 100 баллов. Он не устает повторять, что готов снова приступить к работе, если потребуется. Человек верующий, ценящий красоту, искусство, бесконечно любящий свое дело. Его жизнь – водоворот событий. А сам Виктор Балашов – человек-легенда, человек-загадка, способный удивлять даже сегодня. Става сняла!